здравствуйте уважаемые друзья по вашей просьбе мы сегодня свяжем имитацию ручейника достаточно простую чтобы можно было повторить ее дома как вы видите я использую крючок немножко другой формы вот такой серии но он достаточно хорошо повторяет у меня форму моей личинки так как мне это нужно ну и достаточно я взял 12 номер для того чтобы используя огрузку изготовление тела мы сохранили хорошо здесь наш угол для поклевки рыбы как вы видите он имеет вот такой немножко необычный изгиб достаточно хорошо подсекает рыбу давайте мы грузим и дальше продолжим мы с вами закрепили материалы грузили вот так свинцом и я взял парочку перышек павлина но я взял выбрал специально такие чтобы но не были очень сильно ярко выраженные оборотки нам нужно только обозначить тело в качестве пленочки которая я буду выполнять имитацию спинки и чехли грудки вот я использую такую можно использовать полиэтилен для придания привлекательности закрепил елочный вот такой но более крепкий люрекс и закрепил леску где-то 0 1201 для того чтобы можно было продавить просегментировать закрепить дополнительно тело если у вас этих материалов нет можно заменить все на дабинг тот который допустим продается всем во всевозможных наборах как я уже неоднократно вам показывал вот из таких наборов у меня в частности это от фирмы hands их есть бесконечное множество которое продается отдельно и как обычно для того чтобы придать крепость моей нимфе я слегка промазываю клеем крючок естественно должен стоять в удобном для нас положении чтобы материал не скользил я для удобства поворачиваю тиски чтобы и слегка зафиксирую в положении чтобы было мне удобнее наматывать значит для лучшего крепления можно и в дабинговой нитке можно и так как вот допустим это делаю я это большого значения не имеет так как мы с вами еще дополнительно хорошо с вами промотаем тело и виток к витку стараемся не комкать наш материал выполнить до две третих крючка так чтобы хорошо хорошо обозначилась если не хватает такой длины пера на одну обмотку можно спокойненько взять остановиться закрепить перо и продолжить дальше вот столько нам приблизительно будет достаточно закрепим теперь наше перо замочка остатки сразу удаляем возвращаем в удобное положение для нас тиски поворачиваем и теперь берем наш новогодний люрекс промотаем так как нам будет удобно не обязательно чтобы мы выбрали там столь специфический такой шаг дело в том что перо павлина само по себе уже привлекательное поэтому мы просто только лишь как бы обозначим сегменты по которым мы в дальнейшем пройдем потом леской чтобы нам было несколько удобнее значит в таком варианте мушка проверялась зимних рыбалках как вы меня спрашивали и работает она очень хорошо солнечный день так как сама по себе достаточно темная я добавлю добавил специально вот такую красную пленочку можно ее заменить на полиэтилен но тогда придать оттенок несколько коричневый чтобы было видно по контрасту хорошо подтягиваем нашу пленку и в районе крепления следим за тем чтобы она у нас не влево не вправо не ушла подхватим парочку раз вполне достаточно пока ничего не делаем опять ставим наш крючок в удобное для нас положение для безопасности выполним здесь завершающий узелок чтобы наша нитка никуда не убежала парочку накидных год вполне достаточно опять поставим крючок в удобное положение и выполним мы постараемся достаточно такую плотную сегментацию хорошо хорошо продавить леской так как у нашей личинки чтобы было видно сегменты если изготовить всю нимфу вот так перышком головку можно вполне и и и преподнести и без тех излишеств которые я сейчас вам буду дальше демонстрировать но учитывая то что мы изготавливаем имитацию ручейника нам желательно чтобы здесь как вы видите вот вышла такая симпатичная сегментация поднимаем теперь нашу пленочку вверх леской проматываем почти до самого колечка здесь же ее хорошо перехватываем замком не один раз отрезаем и обязательно на это место мы добавим капельку чтобы наша леска хорошо держала никуда не убежала леску можно заменить проволокой необходимой вам по диаметру поэтому как подберете для себя так она может использоваться вот теперь самый такой момент когда нам необходимо чтобы наша грудка была достаточно яркой привлекательной чтобы были лапки вот можно использовать такой дабинг но несколько крупноватый поэтому я беру из набора которые продаются вот такие антрон и беру самый самый вот такой ярко ярко алый мой цвет выбрал вот так кусочек штапельного волокна но в начале мы должны с вами подготовить место для того чтобы закрепить дальше пленочку и вышел у нас симпатичный чехлик перепроверяем чтобы нитка у нас не выглядывала с нашего чехлика чехлик лежал достаточно хорошо строго сверху и слегка вот так заходим на наше тело закончили промотали подготовили теперь самое основное я обычно беру и как есть вот так слегка подтягиваю это волокно чтобы можно было я неоднократно показывал как штапелем штапельным волокном хорошо промотать можно заменить на дабинг из кролика но скажу вам сразу подбирайте чтобы мех был достаточно тонким мы еще с вами с будем выдергивать здесь определенное количество меха делаем грудку значительно вот как вы видите толще по сравнению с телом так как она должна быть у нас ярко выраженная дошли до колечка здесь останавливаемся теперь смотрите что мы делаем хорошо очень аккуратненько поправляем пока не дабинг ничего мы не трогаем нашу пленочку чтобы она лежала в натяжку вот у нас должен выйти такой своеобразный горбик чехлик на нашей личинке но как вы смогли заметить ближе возле колечка у меня немножко нужно еще добавить дабинга поэтому я добавлю дабинг до первого касания и потом мы уже можем с вами его подкручивать почему я не распушиваю допустим дабинг сейчас потому что нам неудобно будут потом закрывать чехлик и изготавливать головку у наших нимф очки вот вышел такой симпатичный шарик берем теперь уже достаточном количестве у нас материала для нашей грудки переламываем следим за тем чтобы пленочка никуда не было не под подламывалась а вот так аккуратненько было промотали пару-тройку раз теперь чтобы 10 раз на одном и том же месте не было нагромождение материалов я беру немножечко клей добавляю на нить и будем выполнять как всегда завершающую нашу операцию качественно закрепить нужно нам наш материал я переламываю вот так замочком и стараюсь теперь ближе к колечку выполнить пару-тройку раз оборотов слегка поддавливая вот так нитью пленку которой мы изготавливаем грудку все убрали излишки материала теперь мы с вами можем уже окончательно здесь сформировать головку значит головка должна быть ярко выражена но в то же время не крупнее нашего тела изготовим головку и продолжим дальше у нас вышла такая симпатичная личинка но для того чтобы нам до конца все это закончить необходимо еще надергать лапки значит можно вот так как я обычно вам показывал даббинговой иглой слегка вот таких нащипать сколько нужно но я посоветовал бы вам если есть возможность приобрести вот чтобы было видно она с зубчиками вот такая продается специально в интернете для даббинга специальная специально вот такая чем-то напоминает стоматологический инструмент вот она очень хорошо получается выдергивает у нас вот эти наши имитацию лапок теперь друзья нам остается только лишь нанести головку слегка подкрасим давайте закончим вот друзья мои все как вы видите мы нанесли капельку лака на головку подрезали лапки чтоб они у нас нормально торчали у нас есть точка атаки красная вот наша грудка где лапки и как вы видите то о чем вы говорили просили меня можно изготовить другой вариант имея несколько другие материалы поэтому пробуйте экспериментируйте благодарю вас за внимание до скорых встреч